Наташа, привет! Привет, Аня! У нас третий день. Рассказывай, во что ты меня нарядила. Сегодня я тебя нарядила в образ, который подойдет для посещения фэшн-мероприятий, для посещения креативной выставки и любого мероприятия, связанного с креативом, с модой, где надо выглядеть на все сто. Начнем с базы. База – водолазка. Водолазка – всеми нами любимая, уже полюбившаяся нам Нельва. Тот цвет, который подчеркивает свежесть лица. Главным акцентом этого образа является, безусловно, юбка. У нее сложный анималистичный принт. Она миди длины, с запахом. Такая юбка, можно сказать, must-have сезона. Такие юбки полюбили все модницы. Темный цвет вывели в сапоги от Basconi. Всеми любимые сапоги казаки. Они достаточно высоки для того, чтобы уходить в пальто, в тренч, в юбку, в платье. Как мы уже говорили, создавая нужный нам вертикаль. И наиболее насыщенный цвет в принте юбки я вывела в темный цвет жакета от бренда Uno, Mass Uno. И мой любимый элемент, да, как обычно, это интересная сумка. Ты сегодня порадовала меня новым цветом, не желтым. Да, здесь акцент зеленый, причем такой малахитовый немножко, потому что есть подтон зеленого в юбке. И хорошо всегда выглядит в аутлуке, когда очень-очень-очень тонко читающийся оттенок выведен в аксессуар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодняшний день очень важно обсудить устойчивое развитие, обсудить на каком уровне какая страна находится в этой сфере. Очень важно ввозить дизайнеров и обсудить их взгляд на эту сферу. Поэтому мы собираемся обсудить именно их подход в этой сфере. Мы получаем спонсорскую помощь от шотландского представительства, которое идет на поддержку молодых дизайнеров и наших студентов для обмена опыта и для получения новых знаний в сфере моды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Джулия Спорга. Я консультант, стилист, участвую во многих проектах в разных странах. И я очень рада быть здесь во второй раз. Это очень важно, потому что сейчас каждый может видеть, что происходит в мире. Мы не можем это контролировать, и каждый своими силами должен стараться поддержать этот процесс, остановить это и стараться быть более устойчивым в своей сфере. Мне нравится. Я считаю, что очень важно смотреть моду в различных странах. Я думаю, что мы должны помогать развиваться в моде во всех странах, и поэтому я здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда даже простой и не вкладывая в него денег. Но в 2019 году, особенно если мы говорим про Инстаграм, который очень любит фэшн-бренды, и вообще, кстати, бренды в Восточной Европе его любят, и в странах бывшего СНГ, то, конечно, спустя столько лет с его возникновением, я думаю, глупо ощущать, что вот сейчас я просто начну, и все пойдет само собой. Еще одна ошибка – это то, что выбор исполнителя очень часто небольшие компании либо ведет сам владелец, либо доверяет это секретарю, либо это какая-то родственница, у меня есть 15-летняя племянница, пусть она мне ведет, она же сидит целыми днями в социальных сетях. Если мы говорим именно о бизнесе, а не о каком-то личном аккаунте, то это в корне неправильная идея. Социальные сети должны вести профессионал. Правильно, может быть, с точки зрения посмотреть, какая там аудитория и потребительская, но что касается ведения, я бы рекомендовала ориентироваться именно на большие бренды, например, компания Adidas, у них великолепный Инстаграм, они разбиты по темам, потому что у компании разные линии. Можно, в общем, любую большую корпорацию, можно смотреть, как она ведет свои социальные сети, чем-то вдохновляться, что-то брать на заметку. Понятно, что бесспорно начинающему бизнесу не сделать контент на таком уровне, ну, по финансовым соображениям, но брать какие-то идеи и пытаться их реализовывать вполне можно.